Не говори. Хорошо, не буду говорить. Твоя очередь. Давай, играй. Пансионат под Тополями. Добрый день. Здравствуйте. Я пришёл к Маргарите. К Маргарите? Которой? Их у нас несколько. К Маргарите с двумя трёх. Мадам Девильд, она вас ждёт? Да, к чаю. Второй этаж, прямо и по лестнице. Большое спасибо. Не за что. Жермен. А ты из моего сада. Спасибо. Даже цветы из вашего сада. Входите. Словарь носите с собой? Нет, хочу вернуть. Он бесполезен. Это не для меня. Бесполезен. Да, я не знаю, как пишутся многие слова. Я не могу их найти. А когда нахожу, мне не нравится. Например, в моём огороде много сортов помидоров. А здесь указан только один. Грушевый. Другие в словаре не растут. Я согласна, Жермен. Этот словарь далеко не полон. Я искала слово «крабы» и зря потеряла время. Его там нет. Ну, вот видите. Я не предложила вам сесть. Нет, нет, не сюда. Туда. Да, но поздновато для меня. Вырубать для самозонки, печатать словари, расточительство. Они бесполезны. Идиоты. Это всё равно, что дать близорукам очки. Он внезапно начинает видеть слишком много, все дефекты, все дырки в самом себе. Я пытался учиться с вами, но это больно. Сначала было лучше. Всё просто и понятно. Я заварю чай. А мне больно слышать то, что вы говорите. Это вы на фотографии? Да. Надо же. И вы были не полнее, чем сейчас. Где этот лагерь? В Завире. В Конго, если хотите. Меня отправили туда с медицинской миссии. От ВОЗ. Что такое ВОЗ? Всемирная организация здравоохранения. Погодите, дайте-ка помогу. Значит, вы были знаменитым учёным? Нет. Скажем так, занималась наукой. Этого достаточно. Вам налить? Спасибо. Не очень много. Вы здесь неплохо устроились. Да, только очень дорого. Племянник пока помогает, но надолго ли? Его жене это не нравится. Ну что ж, мы откажемся? От чего? От индейцев, амазонки. Я нашла роман Сипульведы. Это чилийский писатель. Пишет о жизни аборигенов в далёкой стране. Их обвинили в убийстве белого охотника. А реальным преступником была красивая пантера. Ну хорошо, пусть индейцы возвращаются в свои джунгли. Стойте, стойте. Как называется? Старик, который читал любовные романы. Потрясённый он встал, сжимая мачете обеими руками и готовясь к последней схватке. Самка яростно махала хвостом. Её маленькие уши подрагивали, ловя все звуки джунглей. Но она не нападала. Удивлённый старик медленно потянулся за ружьём. Почему ты не нападаешь? Что это за игра? Он взвёл курок и прицелился. С такого короткого расстояния он не мог промахнуться. А дальше? В следующий раз, Жермен. Да, вы устали. Боюсь, в следующий раз я уже не смогу вам читать. Ну почему? Я не очень хорошо вижу. У меня дегенерация жёлтого пятна из-за возраста. В центре поля зрения чёрные точки. Они увеличиваются, и я с трудом читаю. Почти ничего не вижу. Вот зачем вам нужна лупа. Да. И скоро мой дорогой Жермен исчезнет в тени. Я больше не могу считать голубей. Разве нельзя сделать операцию? Мои глаза умирают. Операция здесь не поможет. Скоро мне понадобится трость, чтобы обходить препятствия на улице. Да. Я сделаю вам трость. Сделаю. Сделаю. Сделаю.